Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов, Осьминог Бесконечности. Да, и сегодня мы с вами обсудим мою новую недавно вышедшую статью, почему христианин и сиентист не могут быть философами. А на самом деле статья посвящена более широкому кругу явлений, не только за христианство и сиентизм, но вот это вот такие основные позиции, которые очень важны. Я-то всегда говорил, что человек, исповедующий то или иное учение или то или иное мировоззрение, не может быть философом, исходя из моего определения того, что же такое философия. Что такое философия? Философия это продуктивное мышление. Да, человек, который следует за тем или иным учением, а не может, в общем-то, быть создателем этого учения, получается, это логично. Философ это тот, кто создал учение или внес в него просто колоссальные какие-то достижения. Вот, например, я считаю, что философ это первый буддист, например, да, безусловно. А следующие буддисты, за исключением там некоторых вроде передовых мыслителей, таких как Нагарджуна, например, который практически перевернул буддизм слот на голову. И многих таких вот подобных людей, они все как бы не мыслители. Большинство людей, которые вот не относятся вот к первым создателям, первый конфуцианец, конфуций, мыслитель. Ну, допустим, Мэнзи мыслитель, Суньцзи мыслитель, но и то в меньшей степени, чем конфуций. А первый платонник, то есть Платон, безусловно, мыслитель. Также и первые ученые, например, Рене Декарт и Фрэнсис Бэкон, которые именно формировали научное мнение и научный метод непосредственно формировали. Вот именно вот эти люди определенно, ну, определенно их я считаю мыслительными, потому что они проявили продуктивное мышление. Да. Но, но есть некоторые ограничения все-таки. Почему христианин вдруг внезапно и сиентисты не могут претендовать на философию? Начнем, по крайней мере, вот с такого разделения. У нас есть два основных вида иерархии по данному вопросу, который нас интересует, мыслительных иерархий. Первая степень иерархии – это по степени продуктивности. И вторая степень иерархии – это, в общем-то, по степени значимости, вот идет эта иерархия, по степени значимости для человека, для человечества вообще. Оба эти вида напрямую зависят от того, насколько человек относится именно к философии непосредственно. Чем продуктивнее его вышли, тем он ближе к философии. Чем глубже его умозаключение, тем он тоже ближе к философии. Именно, и вот когда сливается продуктивность и глубина своеобразная, то есть, когда человек на глубокие вопросы, на глубокие вопросы, которые интересуют всякого человека. Что такое бытие, что такое человек, как вообще быть в этом мире, что делать, как относиться ко всему и так далее, и так далее, и так далее. Вот эта очереда важнейших философских вопросов, когда он отвечает на них не так, как отвечали до него, когда он проявляет продуктивное мышление в ответе на эти вопросы, тогда он является философом. Ну, давайте просто посмотрим на иерархии, которую я предлагаю. Иерархия идей по степени продуктивности выстраивается в соответствии со ступенями мышления. Ну, вы помните, ступени мышления мы рассуждали, мы уже упоминали. В общем-то, создатель, эклектик, частный исследователь и адепт. Относительно идей, все это переформулировывается вот таким вот образом. Ну, то есть, у нас есть совершенно новая идея. Совершенно новая, никогда не существовавшая. Вообще, никогда до этого ее просто не было. Потом есть новая идея, возникшая из нескольких старых. Ну, то есть, эклектика. Вот у нас был платонизм с его идеализмом. У нас есть идеи, с одной стороны, допустим. А с другой стороны у нас есть, ну, не знаю, допустим, материя. Мы соединяем материальный мир с миром идей. Хотя это у Платона тоже уже было. Ну, допустим, вот, да. Допустим, до Платона этого не было. У нас есть представление о том, что все есть идея. И представление о том, что все есть материя. Объединяем эклектически два этих понятия. И уравниваем материю с идеей, и получаем новое учение, эклектическое. Оно определенно новое, но оно при этом эклектическое, поскольку состоит из частей предыдущих учений, учений, которые были созданы до. Следующий тип идей – это продолжение уже существующих идей. Вот это уже не философия начинается. Это научное исследование, например, или, не знаю, исследование Платоника, который продолжает идеи Платона, или, например, это исследование буддиста, который продолжает идеи Будды и вообще религии буддизма. То же самое с христианином. Самые лучшие, самые умные христиане, они занимаются вот этим. И вся средневековая философия занималась вот этим. Продолжением уже существующих идей, продолжением, развитием, доказательством уже того, что уже существовало. Ну или есть последняя степень – это просто повторение идей Старк. Большинство адептов религии, большинство адептов науки, большинство адептов всего, чего угодно, большинство адептов философии, платонизма и так далее, они просто повторяют старые идеи. Ну просто потому что большинство людей занимается вот именно повторением Старк идей. Ну то есть они адептами являются, они повторяют, да. Вот. Ну, очевидно, что никакой сиентист не может выйти за пределы вот этого вот продолжения уже существующих идей. Ну, просто не может. Ему нельзя выйти за продолжение уже существующих идей, потому что тогда то, чем он будет заниматься, не будет являться наукой. Даже если ты хороший ученый, хороший сиентист. То же самое с христианином. Вот по важным вопросам христианин не может не продолжать уже существующие идеи. Он может согласиться с тем, что есть, а может только продолжать. У него нет выбора создать новое учение. У него нет такой опции. У него нет опции создать новую идею, возникшую из нескольких старых. У него нет опции создать новую идею вообще с нуля. У него нет таких вариантов, если он считает себя христианином и христианином, по сути, является. Да. Есть следующая иерархия. Иерархия по степени значимости. Здесь все очень просто. У нас есть... Ну, это очень упрощенная схема в данном случае. У нас есть ядро мнения. И есть незначимые какие-то его элементы. Ну, то есть, периферия мнения. Ядро мнения. Это фундаментальные, затрагивающие, важнейшие вопросы существования мира человека и поведения его в мире, методы изучения Вселенной, его поведения и отношения к другим людям. Вот это вот такие вот мнения. Это мнение очень важное. Это мнения, которые лежат в основании личности. Это мнения, которые лежат в основании культуры. Это мнения, которые лежат в основании некоторых обществ разных. То есть, это важнейшие мнения. Это мнения передовые, так скажем. Это мнения, которые сложнее всего, во-первых, менять. И это вот то, что составляет учение христианства, например. Что такое христианство? Из каких мнений ядра оно состоит? То, что существует мир. И этот мир создал некто Бог. Вот. Вот христианин не может от этого отказаться. Также в идеях христиан есть Иисус Христос, который определяет в том числе и поведение человека в мире. А также христианство предлагает нам некоторые методы изучения вселенной, которые в итоге, кстати, переросли в науку, но об этом мы поговорим в следующей лекции. Да. И поведение по отношению к другим людям тоже христианство описывает. Отказаться от всего этого значит перестать быть христианином. То есть отказаться от ядра мнения вот этого, ну то есть, да, дальше отказаться быть христианином. Все. То же самое с сиентистом. Отказаться от методов изучения вселенных научных, ну до свидания, ты больше не сиентист тогда. Мнения периферии же, это такие мнения, которые не имеют такого большого значения и касаются некоторых частных вопросов. Позиции по этим вопросам чаще всего не имеют принципиального характера, поэтому могут как угодно меняться даже у обычных людей, даже у адептов тех или иных учений, они могут очень легко варьироваться. Очень простое деление. И дело в том, что философ, человек, который занимается философией, претендует на то, что его учение, именно в ядре, мнение ядра у него отличается от других учений, других мнений ядер, так скажем. То есть отличается от христианского мнения ядра, например, или от научного мнения ядра. Отличается? Отличается. Значит можно признать философию и оригинальную философию. И вот у нас есть два таких показателя. Чтобы, в общем-то, назвать человека философом, нужно, чтобы он был как минимум эклектиком, ну то есть чтобы его новые идеи, новое учение, новая совокупность идей, пусть и состояла бы из старых, но при этом была уникальная совокупность идей, это минимум. Он также может придумать новую идею, но минимум он должен хотя бы собрать ее из различных частей. Вот уже тогда он будет называться философом, потому что он создаст новое учение. Это будет продуктивно, во-первых. А во-вторых, это будет глубоко, потому что вот это вот учение новое будет касаться мнения ядра. Да, оно изменит мнение ядро. Человек изменит свое мнение ядро. Не станет и быть христианином, не будет, в общем-то, сиентистом, не будет буддистом, конфуцианством или кем-то там еще из догматиков. Он и создаст свое новое мнение. Мнение ядра, которое имеет определенно важное значение. Вот. И это все фундаментально важно. Так вот, чтобы назвать человека-философом, мне необходимо убедиться в том, что он все вот это вот как бы в себя впитал. Что вот его учение, это вот все вот это вот. Это и мнение ядра новое. И, в общем-то, продуктивность наблюдается. Продуктивность в мнении ядра, так скажем, выразимся так. Так, сиентист, христианин и представитель любого другого мировоззрения не может похвастаться чем-то подобным, так как, во-первых, мировоззрение определяет его мнение ядра. Во-вторых, по степени продуктивности его идеи в лучшем случае могут занимать частную исследовательскую ступень. Ну вот, на этом, в принципе, вся суть статьи закончилась. И давайте-ка, в общем-то, обсудим, почему многим людям такой поход, в принципе, не нравится. Ну вот, человек поступил до философских факультетов. Он считает себя философом, допустим. А, научения своего у него нет. Ну, очевидно. В лучшем случае он, опять же, частный продолжатель чьих-то идей. А его, конечно, задевает, что его вдруг кто-то не считает философом. Также есть огромное количество признанных философов, например, какие-нибудь деятели просвещения, которые как раз вот в моей классификации, они не философы, к сожалению, для них. Хотя им, наверное, наплевать на это, да? Бывает. В общем, понятно. Более того, важно понимать, что есть огромное количество средневековой философии, которые, в принципе, основаны на христианстве. И она тоже не подходит под данное определение и философа, и под данные иерархии. В общем-то, все довольно тяжело в данном случае, потому что нам приходится признавать, что если мы руководствуемся вот таким делением, которым руководствуюсь я, заметьте, это именно моя позиция, мои, в общем-то, наработки в данной сфере, я не претендую на их распространение, не претендую на то, чтобы все вокруг вот так вот считали, что все должны так считать. У меня просто вот такое вот деление. Деление философов и нефилософов. По-моему, ну, это должно было когда-то просто произойти в истории человечества, должно было, должно появиться какой-то критерий, который позволяет нам отделить философа от нефилософа. И в следующей лекции я вам, кстати, покажу, в чем заключается проблема. Мы не можем определить, что такое философия, что такое религия, что такое наука. Вообще у всех этих понятий несколько определений, все эти слова имеют несколько определений, и это все очень крайне запутанно и тяжело. И поэтому критерий определения ученого, философа и богослова у нас просто нет. Нет, у нас просто есть определенные традиции, которые говорят, вот этот вот дядька философ, вот этот вот богослов, а вот этот вот ученый. Ну вот и получается, какие-то традиционные принадлежности к тем или иным группам людей, а не суть, не суть занятия этого человека, определяют его приверженность, вот в общем-то, к той или иной категории. И это довольно-таки, по-моему, плохо и слабо. А я же пытаюсь, я пытаюсь выделить определение по сути именно, по сути, да, вот оно, вот то, что я считаю определением по сути. А про это и написана данная статья. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»